Обязательные выпускные экзамены для 11-классников позади. 7 июня ребята выполняли задания по математике. 355 выпускников этого года и два прошлых лет в течение четырех часов решали задачи, примеры и уравнения. В 9.30 учащиеся образовательных учреждений Заречного собрались на площади школы номер 220. Ребята смеялись и шутили, но за улыбками скрывалось волнение. Только единицам оценка, полученная на ЕГЭ по математике, не потребуется при поступлении в среднеспециальные или высшие учебные заведения. Настроение отличное. Ну, конечно, сдать нужно на 100 баллов, как максимум, а так уж как получится. Оценка вам нужна для поступления или только сдается, потому что это экзамен обязательный? Нет, я просто так, для сдачи экзаменов, чтобы выпуститься. А я как бы иду в медицинский институт. Там не нужна математика? Нет, там не нужна математика. Очень волнительно, потому что математика очень ответственный экзамен, и его сдают все. Конечно, рассчитываю на наивысшие баллы. Для поступления она очень нужна, потому что для многих математика будет как профильный предмет, и будет учитываться в институте, поэтому очень важно набрать наивысшие баллы. Не меньше ребят волновались и педагоги. Проводить своих учеников на одно из самых сложных испытаний и как-то подбодрить пришли все, кто в этом учебном году вел уроки математики у будущих выпускников, независимо от того, осуществляли они классные руководства или нет. Вместе с ними мы всегда, даже невзирая на то, надо их провожать или не надо провожать, все учителя абсолютно выходят, и все учителя им желают удачи, и ни пуха, ни пера. И волнуемся, хоть это вот у меня пятый уже выпуск только математиков, они математики тоже были, волнуюсь как первый раз. Вот за каждого, абсолютно за каждого. Очень многое зависит от самих детей, как они сейчас вот себя сорганизуют, как они возьмут себя в руки, как справиться с нервным напряжением. Вот, задания сложные, серьезные, работать придется им серьезно. Но будем надеяться, что все получится так, как они желают. Для проведения экзамена были задействованы 24 аудитория, в каждой по 15 человек. С ребятами во время экзамена в классах находились аудиторные организаторы. Их задача – решение организационных моментов и оказание помощи выпускникам по оформлению документов и экзаменационных бланков. Вскрывать начинается, включить вдруг в тот момент, когда я уже скажу. И вообще прошу, вот все, что сейчас буду говорить, выполнять четко, вместе со мной. Во время проведения экзамена в школе номер 220 находился представитель Общественной палаты Пензенской области Валентина Дунаева. Она контролировала работу пункта сдачи ЕГЭ. На едином госэкзамене Валентина Ивановна не первый раз. И в Пензе и Заречном неоднократно присутствовала в различных школах, где проходили выпускные испытания. Она дала свою оценку организации экзамена в нашем городе. Уровень проведения ЕГЭ в городе очень высокий. Просто я ни одного замечания за все это время ни разу не сделала. Оценка очень высокая, я бы сказала, в эти годы. Я думаю, в этом году все будет то же самое. За время проведения экзамена не поступило ни одного нарекания по организации и проведению ЕГЭ. Все работы сданы, а насколько качественно они выполнены, станет известно на следующей неделе. Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».